Представьте, что вы смотрите на небо ясной ночью и видите, как там мерцают все эти прекрасные звезды. Одна из них — Бетельгейзи, знаменитость среди звезд. Если вы хотите увидеть ее, посмотрите на созвездие Ориона. Она похожа на лучника, держащего лука, а Бетельгейзи можно заметить как красновато-оранжевую точку на его плече. Это одна из самых ярких звезд в небе, поэтому ее трудно пропустить. Бетельгейзи — не совсем обычная звезда. Для начала она гигантская, в тысячу раз больше нашего Солнца. Вы можете себе это представить? Она настолько огромна, что если бы мы могли каким-то образом заменить наше Солнце на Бетельгейзи, она поглотила бы все внутренние планеты, включая Землю. И вот еще один забавный факт. Когда мы смотрим на Бетельгейзи, мы на самом деле смотрим в прошлое. Да, вы не ослышались. Бетельгейзи находится на расстоянии около 600 световых лет от нас, поэтому свет, который мы видим сегодня, на самом деле покинул звезду 600 лет назад. У нее довольно богатая история. Эта звезда ярко светит уже миллионы лет. Давным-давно, еще до появления смартфонов и телескопов, древние шумеры первыми заметили Бетельгейзи на небе. И все это время она была дивой. Например, в 1866 году Бетельгейзи стала одной из самых ярких звезд на ночном небе. Она была настолько ослепительной, что люди могли видеть ее даже днем. Астрономы со всего мира документировали это необычное событие. С тех пор Бетельгейзи играет с нами в прятки. Все началось с того, что Бетельгейзи стала тускнеть в 2019 году. С тех пор она периодически то тускнеет, то становится ярче. Эти изменения яркости сообщают нам о чем-то важном. Как мы уже говорили, Бетельгейзи всегда была беспокойной. Она живет насыщенной жизнью. Из-за этого она сжигает свое топливо с невероятной скоростью. Изменения в яркости звезды указывают на то, что Бетельгейзи приближается к концу своего жизненного цикла. Драма усилилась, когда космический телескоп Хаббл сделал потрясающие снимки Бетельгейзи, как будто она готовится взорваться. Все это заставило ученых предположить, что звезда близка к драматическому выходу на пенсию. Она вот-вот станет сверхновой. Представьте себе звезду, которая веселится на вечеринке, питаясь от слияния атомов водорода. Это как энергетический напиток для звезды. Но, как и на любой вечеринке, напитки подходят к концу. И тогда начинается интересное. По мере того, как звезда расходует свое водородное топливо, она начинает медленно опустошаться. Она больше не может поддерживать себя. И вот наступает грандиозный финал. Этот финал называется «Сверхновый». Звезда схлопывается, как сдувающийся воздушный шарик. Давление и температура внутри нее подскакивают до умопомрачительных уровней. И эта небесная истерика вызывает колоссальный взлет. Теперь вы понимаете, что наблюдать за Бетельгейзи – это все равно, что следить за захватывающей драмой из первого ряда. Но вот главный вопрос – когда это произойдет? Ответ не так прост, и поставить таймер не получится. Звезды живут по собственному расписанию, и Бетельгейзи тоже. Взрыв может произойти завтра, а может и через тысячи лет. Ученые дали лишь приблизительную оценку. Они считают, что Бетельгейзи станет сверхновой в течение следующих 100 тысяч лет. Довольно большой разброс, да? Конечно, для нас, людей, это звучит как вечность, но в масштабах вселенной это лишь миг. И есть шанс, пусть и крошечный, что Бетельгейзи может удивить нас всех и стать сверхновой гораздо раньше. Учитывая перепады ее яркости, нас может ожидать шоу в ближайшие несколько сотен лет. Нам остается только ждать и наблюдать. Итак, если Бетельгейзи все-таки взорвется, что произойдет? Что ж, приготовьтесь к невиданному зрелищу, друзья. Когда звезда разрушается под собственным весом, это приводит к космическому фейерверку эпических масштабов. Звезда высвобождает безумное количество энергии в виде света и тепла. Сверхновая Бетельгейзи будет особенной, как суперзвезда среди сверхновых. Она будет сиять так отчаянно, что затмит другие звезды на небе. Шоу будет настолько ярким, что вам не понадобится телескоп, чтобы увидеть его. Вы сможете увидеть его невооруженным глазом. Бетельгейзи может быть видна даже днем, и тогда небо будет выглядеть так, будто на нем проходит самая крутая вечеринка в мире. Сверхновая будет развлекать нас в течение нескольких недель. Это будет похоже на появление в небе второй луны, сияющей так же яркой, как и первая. Представьте себе две луны, танцующие вместе в ночи. После нескольких недель освещения ночного неба, Бетельгейзи медленно угаснет. Но она оставит после себя сувенир. Остаток сверхновый. Это как угасающее воспоминание об эпическом выступлении звезды. Этот остаток тоже будет медленно исчезать в течение нескольких месяцев. Но световым шоу все не ограничится. Взрыв пошлет мощные ударные волны, и мы можем почувствовать их прямо здесь, на Земле. Это как если бы Вселенная легонько постучала нас по плечу, сказав, не пропустите удивительное зрелище. Насколько это будет опасно для нас? Ну, мы знаем, что сверхновая Бетельгейзи выбросит пыль и газ в атмосферу. Это похоже на большой космический чих. И этот чих может вызвать глобальное снижение температуры. Речь идет о серьезном воздействии на климат и даже мини-ледниковом периоде. Но это всего лишь предположение. Мы не знаем наверняка, действительно ли последствия будут настолько серьезными. Но, конечно, на всякий случай нам нужно подготовиться. Именно поэтому ученые пристально изучают Бетельгейзи. Помимо серьезных научных исследований, астрономы также наслаждаются небесной комедией. Шутки летят направо и налево. Кто-то даже ведет аккаунт от имени Бетельгейзи, который вы можете проверить сами. Итак, как видите, звезда не дает нам покоя. Астрономы наблюдают за ней, и им нужна наша помощь. Они хотят, чтобы мы следили за Бетельгейзи и сообщали обо всех изменениях, которые заметим. Как это сделать? Разбудите своего внутреннего астронома и понаблюдайте за Бетельгейзи. Взгляните на звезду и запишите, что вы видите. Мерцает ли она? Сияет? Или кажется тусклой? Запишите все это. Затем встаньте суперзвездой и сообщите о своих наблюдениях астрономам. Ваши наблюдения помогут им проследить путь Бетельгейзи к превращению в сверхновую. Вы также можете принять участие в некоторых научных проектах. Это очень весело и просто. Один из классных проектов, в котором вы можете поучаствовать — монитор яркости Бетельгейзи. Присоединившись к нему, вы поможете ученым следить за тем, насколько ярко светит Бетельгейзи. Ваш вклад может изменить ситуацию. Итак, присоединяйтесь к команде наблюдателей. Вы станете частью чего-то удивительного. И кто знает, возможно, ваши наблюдения помогут предсказать, когда Бетельгейзи продемонстрирует свою сверхновую магию. Тем самым мы поможем ученым в наблюдении за суперзвездой и исследовании удивительного мира звезд. Это то, как вы можете помочь ученым предсказать события. Но как лично вам подготовиться к нему? Прежде всего, вам понадобится подходящее оборудование, чтобы отследить все действия сверхновой. Надежный телескоп станет билетом в первый ряд на звездное шоу. С его помощью вы сможете увидеть Бетельгейзи вблизи. И помните, что вам понадобятся специальные очки, чтобы защитить глаза от интенсивной вспышки света. Безопасность прежде всего. И, конечно же, подготовьтесь на случай, если климат испортится. Запаситесь самым необходимым, например, теплой одеждой. Вдруг действительно наступит мини-ледниковый период. Но будем надеяться, что этого не произойдет. Итак, следите за ночным небом, друзья. Возможно, Бетельгейзи еще не готова взорваться, но когда она взорвется, это будет незабываемое зрелище. А пока наслаждайтесь мерцанием звезд и помните, что в просторах космоса всегда происходит что-то необычное. Субтитры создавал DimaTorzok